Это новости на канале ЭНСК-49 в студии Мария Левина. Здравствуйте и смотрите сегодня. Увековечим имена героев, память победы в сибирской глубинке. Тайны чиновников двуречия у инвалидов-колясочников отбирают землю. Пистолет вместо микрофона. Горячие точки для журналистской братьи. А теперь я и мои коллеги подробно расскажем о самых главных событиях дня. Большой военно-спортивный праздник, посвященный Дню Победы, прошел в селе Тошара Машковского района. Ребята продемонстрировали свои умения в выполнении нормативов ГТО, увидели показательные выступления спецназа и получили на путстве от гостей мероприятия. С подробностями Василий Акимов. Село Тошара типичная сибирская глубинка, расположенная в живописном месте на берегу реки Обь. Живут здесь около 4000 человек. Невзирая на удаленность от города, в этом месте помнят и чтят подвиг наших прадедов в годы Великой Отечественной войны. И уделяют большое внимание патриотическому воспитанию подрастающего поколения. В частности, проводят традиционную военно-спортивную эстафету до призывной молодежи. И недавно отремонтировали памятник павшим воинам. Мы смогли в металле увековечить имена воинов. И покуда будет жить память, покуда мы будем помнить о них, их души будут находиться рядом с нами, радоваться за нас и помогать нам. В эстафете, посвященной годовщине Победы, приняли участие около ста мальчишек и девчонок. В начале мероприятия собравшиеся почтили память павших героев, возложив цветы к мемориалу. Мы будем сверять свои поступки с теми, кто отдал свою жизнь и пришел с войны. Я желаю вам великих успехов, я желаю вам побед, я желаю вам стойкости, я желаю вам счастья. Перед началом эстафеты прошли показательные выступления ветеранов различных видов войск. После чего начались сами соревнования, состоявшие из пяти этапов. Среди них выполнение нормативов ГТО, сборка и разборка автоматов, военно-медицинская подготовка, эвакуация и транспортировка раненого с поля боя. Дождливая и холодная погода не стала препятствием для будущих защитников Отечества. Организаторы и участники эстафеты говорят, что важность таких мероприятий трудно переоценить. Во-первых, это красиво. И даже посмотреть на такую красоту, мне кажется, это здорово. Во-вторых, конечно, это поднимает дух. Прямо когда смотришь на сильных людей, хочется быть сильнее. И я думаю, что мы понимаем, что эти сильные люди защищают нас. Добро должно быть сильным. Главное, чтобы эта сила была направлена на добро. Поселки Ташара намерены и дальше воспитывать настоящих патриотов из этих ребят. И сделать так, чтобы подобные акции, на которых они всегда рады видеть гостей, стали доброй традицией. В начале апреля мэр Новосибирска Анатолий Локоть предложил стратегию социально-экономического развития нашего города до 2030 года. В настоящий момент ее активно обсуждают жители, внося свои предложения и замечания. Одно из приоритетных направлений в данном документе – совершенствование дорожно-транспортной инфраструктуры. В этом очень помогает федеральная программа «Безопасные и качественные дороги», реализуемая на территории мегаполиса уже второй год. Ход работ контролирует лично глава муниципалитета. Об очередном выездном совещании расскажем далее. В Новосибирске начались работы по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги». Особое внимание к шести крупным объектам. Один из них – полуторакилометровый участок улицы Немировича-Данченко от сибиряков-гвардейцев до Станиславского. Подрядчик уже заменил часть тротуара, снял верхний слой асфальта проезжей части, готовится к установке поребриков. Но это далеко не все. Будут оборудованы новыми ситофорами перекрестки и выставлены также недостающие дорожные знаки и заменены старые. Комплекс работ направлен прежде всего на обеспечение безопасности пешеходов и водителей. Контролирует процесс лично мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Ремонт прошлого года выявил несколько незначительных дефектов, которые подрядчики уже устранили по гарантийному обязательству. Очень важно здесь не только количество, не только сроки, что само по себе очень важно, но важно очень качество выполняемых работ. На что я все время обращаю внимание. Есть гарантийные обязательства, плохо сделаете, будете или переделывать, или на следующий год все равно заставлю вернуться и переделывать. Глава муниципалитета поставил перед подрядчиками задачу выполнить ремонт на всех объектах до 1 сентября, хотя темпы работ уже идут с опережением графика. Ведь совершенствование дорожной отрасли – один из приоритетов стратегии развития Новосибирска. В последнее время в нашу редакцию часто поступают звонки от жителей города Обь. Проблемы, на которые жалуются люди, касаются разных отраслей. На этот раз тема касается дорожного покрытия и нарушения правил дорожного движения большегрузами. Как это влияет на покой граждан и почему надзорные органы ничего не делают – узнаем из сюжета Алексея Кузьмина. Новое асфальтовое покрытие жители улицы Вокзальной ждали несколько лет. В прошлом году дорогу проложили и установили знаки, которые запрещают движение по данному участку большегрузом. Допустимая масса – 5 тонн. Однако, несмотря на ограничения, многотонники продолжают движение по дорогам и рассчитанным для них. Форум удобно здесь ехать. Почему? Потому что они объезжают пункт весового контроля на Ордынском кольце. Здесь им очень удобно. Здесь ни ГАИ, никого нет. Спокойно проезжаешь и все. Парадокс. Запрещающие знаки стоят не со всех сторон. Получается, что по правой полосе можно ехать, а по левой нет. И так в двух направлениях. Почему убрали знаки – непонятно. Но, как говорят жители, в администрации города сказали, что знак поставили. Однако на месте его не оказалось. Стоял знак «Грузовое движение запрещено так же, как и с той стороны дороги». Он исчез. Куда, я не знаю. Вот результат. Наши коллеги из газеты «Ар-Асити» говорят, что в администрации ОБИ сказали – дорога предназначена для больших грузов. Но насколько ее хватит, неизвестно. Видно невооруженным глазом, что дорога просела, и фуры наносят ей значительный ущерб. Они как ездили, так и продолжают ездить по этой улице. И, собственно говоря, поскольку их никто за это не штрафует, сотрудники ГИБДД не стоят там, а если стоят, то делают вид, что не замечают, пропускают их. И пока их никто не наказывает, естественно, они будут продолжать ездить, соответственно, будут разбивать эту дорогу. Для того, чтобы услышать, на что жалуются жители улицы вокзальной ВАБИ, нужно было только выйти из машины и задать вопрос любому прохожему. «Разбиваюсь, жалко, конечно. Вот было, ее как раз построили летом, было все хорошо, так было ездить приятно. А потом, как вот начали эти грузовые ходить машины, и все, и яма на яме, яма на яме. Вот опять надо все делать, опять ремонтировать. Такая вот ерунда». Кроме того, конструкторы не продумали момент с тротуаром, где ходят пешеходы. На повороте дорогу не стали менять, ограничились прямым участком. «И там грязь. Как машины едут, как дадут туда, в окна к нам летит». «Сделали вот эту тропинку. Не пройти по ней. Потому что лужи стоят, а они, знаете, летят, бывает, что легковые, что грузовые. Прямо на пролом, елки-палки, и обрызгивай, даже не смотришь, что человек идет». «У детей всех, там в школу идут дети, там вообще невозможно». «Отгрязные бывают». «Работать и следить за нарушениями некому. Знаки устанавливать, соответственно, тоже. Чтобы построить данный участок дороги, нужны миллионы рублей. Через год снова потребуется эта сумма. И в ответ автолюбителям на вопрос, за что мы платим налоги, депутаты и чиновники будут разводить руками, что, мол, на ремонт денег нет. Как и во все времена, в России остается две беды. И, скорее всего, эту особенность менталитета не искоренить». «Жизнь во мраке. С такой проблемой сталкиваются многие жители нашего города, вынужденные ходить по темным, неосвещенным улицам. О том, как живется во тьме, жителям улиц в районе горбольницы, узнал Василий Акимов. Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска объявил аукцион на правозаключение муниципального контракта на поставку 1150 светильников наружного освещения для нужд МКО «Горсвет». Установить их планируется на Бердском шоссе и улицах Академгородка. Суть проекта в том, что обычные светильники заменят на светодиодные. Якобы в итоге количество потребляемой энергии весьма ощутимо сократится. Дело хорошее. Вот только у нас в городе полным-полно мест, где обычных фонарей никто уже давно не видел. Например, на улице Серебряные ключи, что почти в центре города, в двух шагах от горбольницы. Фонарей не только от магазина, то, что тут горит, и все, а так освещения нет. Тут и транспорт идет, и неровные дороги. Освещение вообще в городе не везде хорошее, а здесь вообще никакого нет. Помимо полного отсутствия освещения, даже столбов для фонарей обнаружить не удалось, тротуары здесь фактически также отсутствуют. Местным жителям приходится рисковать своей жизнью, пробираясь по проезжей части. И такая ситуация типична для многих районов нашего города. Конечно же, новые для России западные технологии уличного освещения – вещь очень нужная. Тем более, если они устанавливаются в месте, претендующем на звание научного центра России «Академгородке». Но хотелось бы, чтобы и о других районах мегаполиса не забывали и не превращали их своим бездействием в некое подобие трущоб. Барышевский сельсовет продолжает поражать особенностями распределения земель. До сих пор длятся уголовные дела в отношении межевания и продажи участков в обход закона. И вот очередная история. На этот раз частную приобретенную территорию пытается отобрать у женщины-инвалида, которая и не подозревала, что, имея все необходимые документы, можно лишиться земельного надела. На месте событий побывал Александр Могилин. Инвалид Любовь Череченко получила земельный участок от кирзавода еще в начале 90-х. Все необходимые документы на него у женщины есть. Муж ежегодно высаживал здесь овощи. Но два года назад супруги узнали, что Барышевский сельсовет передал земли некоммерческому партнерству под руководством предпринимательницы Авдеевой. Они придумали какой-то новый план, фиктивный. Мы даже не знаем этот план, что это за план. И они заняли наши вот эти участки. Как бы на моем месте под другим номером отмежевался другой хозяин. Больше того, другой хозяин уже стал распоряжаться участком, сняв верхний плодородный слой почвы. И это при том, что суд признал новый план межевания земли незаконным. Без описания, без поворотных точек, без привязки к оперативным пунктам межевой сети. Ну и все. А она как продолжала межевать, так и продолжает. С подобной проблемой столкнулись и другие владельцы участков. У некоторых земли разделили надвое. Участок под тем же номером, никуда не определился, но мой участок разделили дорогой. Вот они тоже повредили это все хозяйство. В письменном ответе администрация Барышевского сельсовета рекомендует людям судиться, никак не объясняя, почему земли продают вторично. Следственный комитет сообщает об уголовном деле в отношении председателя сельсовета по поводу махинаций с землей. А Любовь Череченко теперь через суд пытается доказать свое право на участок. Представители новосибирских СМИ в преддверии Дня Победы вооружились, но не острыми перьями и микрофонами, а самыми, что ни на есть, боевыми пистолетами. Дали в руки оружие корреспондентам и видеооператорам специалисты из подразделения спецназа управления ФСБ России по Новосибирской области. С какой целью органы безопасности организовали учебно-боевые стрельбы и насколько удачно они прошли, расскажет Александр Булдаков. Надо ли журналисту брать в руки боевое оружие вместо, к примеру, микрофона? В обычной жизни, наверное, нет. Однако ситуация в наше нестабильное время может в любой момент поменяться, или корреспондент окажется там, где неспокойно и стреляет. Так подумали в областном управлении ФСБ и решили провести обучающий курс для новосибирских журналистов. Мы знаем, что сегодняшние журналисты, операторы, корреспонденты, пишущие журналисты, публицисты, они зачастую работают в горячих точках, они зачастую работают в кризисных ситуациях. И поэтому вот подобные учебно-боевые стрельбы, они организованы в рамках деятельности Национального антитеррористического комитета с целью подготовки журналистов для работы в кризисных ситуациях. Так как съемочные группы телеканалов, радийные журналисты и пишущие братья за оружие берутся очень редко, то обучение началось с правил техники безопасности. Если вы что-то не знаете, как делать, вы просто держите пистолет, убираете палец из спускового крючка, и он сам никуда не стрельнет. То есть ваша задача – оружие держать на правильном сторону мишени, никуда в нем не поворачиваться. То есть все манипуляции, что вот 90 градусов всех, то есть 45 влево, 45 вправо в таком вот положении. Уникальность этой учебно-боевой стрельбы заключалась в том, что журналистам для стрельбы предоставили целый арсенал короткоствольного оружия. Чешский ЧЗ, австрийский ГЛОК, американский Кольт и, конечно, российские пистолеты Макарова и Ярыгина. Бонусом организаторы приготовили охотничий карабин на базе автомата Калашникова «Сайга» с коллиматорным прицелом. Вообще потрясающе. Первый раз в тире стреляла, первый раз такое количество оружия держала. «Сайга» – это тоже нечто абсолютно удивительное. Я почему-то думала, что удача будет такая, что меня снесет вот туда в стекло, я выбью его своим телом. Несмотря на определенные опасения, благодаря пристальному вниманию наставника, стрельбы прошли без каких-либо происшествий, что оставило только прекрасное впечатление. Впечатление всегда очень яркое, когда берешь в руки оружие. У меня это не первый раз, но сегодня удалось подстрелять из отечественного оружия, отечественных пистолетов и пистолетов импортного производства. Здесь стоит отметить, что стрелять из пистолетов импортного производства все же несколько приятнее, нежели из отечественного оружия. Поэтому и большинство спортсменов выбирают ЧЗ либо ГЛОК. Но при желании результатов можно добиться и с пистолетами Ярыгина и Макарова. И на своих первых стрельбах новосибирские журналисты это продемонстрировали. По крайней мере, явных мазил среди них не оказалось. Теперь корреспонденты надеются, что органы безопасности сделают такие учебно-боевые стрельбы традиционными. А почему бы и нет? В минувшие выходные во второй раз пассажиры поездов разного направления вместе с волонтерами исполнили песни военных лет. Как показывает практика, в ежегодном соцопросе выбор падает на одни и те же композиции. Они ассоциируются у людей с Днем Победы для всего советского, а теперь уже российского народа. Подробности у Алексея Кузьмина. Поддержать патриотическую акцию откликнулись волонтеры разного возраста. Все с задачей справились. Эффект неожиданности для пассажиров, которые ни о чем не подозревали, удался. Пение для Елены Шустовой – хобби, которому она уделяет много времени. Девушка говорит, что поет всегда, когда того требует душа. Ну это действительно великая победа великой страны и я надеюсь, что никогда не забудется это и будут помнить и наши дети, и наши внуки. И также будут выходить на разные площади, где много народу собирается и петь подобные песни военные, потому что это необходимость, это наша история, это наша память. Прежде чем выбрать песни, которые поют на флешмобе, организаторы проводят предварительное голосование. И уже второй год подряд народными любимцами стали Смуглянка и Катюша, которые волонтеры вместе с пассажирами спели дважды. Завершилось мероприятие песней «День Победы». Так всегда должно быть. Это наше, наше, все родное. То есть это пришло у каждого из родителей, там дедушки, бабушки, которые воевали. Это надо уважать, это надо поддерживать. Ну это же история наша. Прекрасно задумано. Как раз люди все слышат, видят. Замечательно. В подобных мероприятиях участвуют добровольческие отряды и инициативные группы, детские и молодежные вокальные коллективы. В этом году погодные условия не позволили провести флешмоб на привокзальной площади, но в следующем, говорят организаторы, массовости будет еще больше. В Новосибирске прошел традиционный майский велопробег, организованный общественной организацией «Привет велосипед». Тысячи отчаянных велосипедистов, несмотря на суровые погодные условия, проехали по двум мостам и финишировали в парке «Городское начало». На одном из главных городских спортивных событиях мая побывала Екатерина Орлова. Активистам движения «Привет велосипед» не страшны погодные капризы. Массовые велопробеги проходили в условиях холодной сибирской зимы и суровой майской погоды. Несмотря на дождь, мокрый снег и ветер, весенний велопробег собрал примерно 2500 участников. Мероприятие проходит в Новосибирске уже в седьмой раз. Участвовать могли люди любого возраста и уровня подготовки. Нередко горожане приезжают целыми семьями. С каждым годом число участников увеличивается, несмотря на плохую погоду, которая нас преследует последние три года. Все офигенно. То есть у нас хорошее настроение, у нас есть хорошая музыка, у нас есть кофе, у нас есть дождевички и у нас есть мы. Точкой сбора стала площадь у ГПНТБ, а далее спортсмены совершили двухчасовое путешествие по двум мостам с остановкой у Монумента Славы. Финишировали отчаянные велосипедисты в парке «Городское начало». За долгие годы существования майского велопробега мероприятие стало важной традицией для города. Несколько тысяч новосибирцев вместе открывают активный велосезон. Важная цель спортивного события – это не только объединение новосибирцев в общей любви к спорту, но и привлечение внимания к важной проблеме – создание комфортных городских условий для владельцев двухколесного транспорта. Это все на сегодняшний день. Наши новости всегда на сайте www.nsk49.ru. Ваше мы ждем рабочее время по номеру 220-2105. Спасибо, что были с нами. Берегите себя.